так народ всем привет с вами не капруф и у нас какая-то вышла новая не знаю конка или какая-то операция forza 5 вот мы ее проходим ребята тоже на вообще класс у нас какая-то гонка гляньте они короче затюнены непонятно что а нам нужно проехать на время дали нам 350z-ку nissan 350z только зашел в игру сразу показалась какая-то скат сцена и тут сразу начиналась гонка странно на что полноприводная это зетка очень такое необычное управление они там что-то все время комментируют на заднем фоне что-то новое forza это стак приятно что-то новое и что-то очень классное судя по всему так пятое ну что там их вообще не догоняем нам нужно 3 звезды так понимаю забрать но это не обязательно потому что задание просто стоит доесть это контрольной точки но нам нужно и хоть вместе с ними интерес от них отставать я все-таки гонщик я должны догонять они отставать и кстати слушайте по моему блин правда полноприводная машина они ее или она просто так сделала не задний привод задний привод фух просто такое и у меня спонтанное видео сразу потому что я решил что это нужно записать так это что-то новое forza и почему бы мне с вами это не пройти не прокомментировать не сказать что я думаю об этом а я думаю об этом очень хорошо потому что всегда новое это новое да такая у меня логика забудем мы едем на замечательнейшей машине файр леди оранжевого цвета стандартная все-таки она возможно вот да ладно гонщик с меня нормальный гонщик хайлоу я не знаю об этом обновлении вообще ничего я никогда не читаю ничего не смотрю слушайте это все а в чем прикол а ну подождите не отключаемся давайте давайте разберемся так а что так я куда-то нажал я нажал на кута вывеску хайлоу так а ну подождите так 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 почему и на немецкий до сих пор не перевели я например английский не понимаю так а ну щас что-то происходит подожди так это эй мы это только что проходили короче вот эта сцена которая должна быть в начале видео у меня там чувак ковыряется под субару так да это вот начальная сцена которую я увидел и хотел показать и вам слава богу я теперь могу ее показать эээ но гонку мы сейчас проходить не будем зачем оно мне надо мне интересно что сейчас добавили в сезоне давайте как раз сделаем такой пыренький обзор по сезону потому что судя по всему а гляньте новый mercedes а m g black добавили это это вообще новая машина для форзы какой-то потом lying неважно что у нас здесь можно забрать в принципе неплохо тут на все что-то особенное такое honda с 2000 и nissan gtr 71 не здесь ничего особенного подождите что это такое это какие-то дрифты клубы слушайте мы это обязательно с вами проходим все давайте мы сейчас сразу туда и поедем две минуты пять минут так а ну секунду давайте посмотрим что у нас тут еще за машины вот с четвертой части наконец-то gmc здесь gmc тайфун и все да вот этого по моему по моему этот мерседес кстати имеется в игре так давайте посмотрим что она тут еще недоступна все народ предлагаю короче лететь быстро на вот эти гонки потому что мне капец интересно что это такое да погнали мы не будем терять время мы даже сейчас воспользуемся перемещением ну у меня к сожалению нет прям полноценного перемещения так как у меня не куплен дом за 2000 за 2 миллиона но неполное перемещение у меня есть кстати кому интересно потому что мне достаточно очень много выходит видео с этой машиной кому интересно что это за машина я могу про нее отдельное видео слить потому что она этого заслуживает так все мчимся слушать так это наверно какую то интересно это прям историю добавили новую или это просто как испытание у меня к сожалению сегодня поранил палец не могу прям серьезно наваливать но это капец интересное что-то новенькое все летим и встретимся там с моим м 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 И сейфуэль. Окей, сейчас у нас нет сейфуэль, но... у нас есть Зак. Это ты и я, для этого. Джеймс сейчас познакомит нас на другой стороне. Роад-трипп! Уууууу, роад-трипп! все испытания по времени. То есть ничего обычного, ничего тяжелого. Я понял. Это просто обычные испытания добавить. Посмотрите, какой дизайн салона у этой Z-ки. И посмотрите, как далеко и круто мы сидим в машине. Если вы сядете на обычную Z-ку, стандартную Forza 350, я не знаю, может они изменили положение камеры, может они наконец-то добавили, но как мы клево сидим. Я могу видеть правое зеркало, я могу видеть среднее зеркало, хотя у меня при этом монитор не особо широкий. Какая, хочу однозначно сейчас заметить, какая оболтенная посадка в этой машине. Также тачка нестандартная, она какая-то супер заряженная, у нее карбоновый салон, нестандартный руль, и это выглядит просто максимально круто. Прямо, знаете, я ощущаю этот андеграунд стил, ну, какой-то такой стритрейсерский. Нереально круто. По первым ощущениям, прям супер. Самый главный вопрос, это будет прям какая-то отдельная Z-ка, и вообще как-то можно будет ее получить или нет? Если нет, то интересно, есть такой тюнинг на эту Z-ку, потому что салон выглядит просто роскошно. Я бы хотел бы себе такую Z-ку. Блин, руль классный. Вообще посадка в машине суперская. Мне нравится, что мы достаточно так далеко сидим. Я очень большую часть машины вижу. Очень удобно. И от первых... Слушайте, может они добавили другие камеры? Надо сейчас на стройки залезть, посмотреть обязательно после гонки. По поводу гонки ничего особого сказать не хочется, потому что это как обычно, вот эти гонки на 3 звезды. Я их никогда не пытаюсь пройти на 3 звезды, для меня это достаточно скучно. Так, а ну. А чего мне музыка все время играет? Мне это прям раздражает. Я как-то еду, разговорился, я даже не слышу, что у меня музыка на фоне играет. Так вот. Это около стоковые Z-ки, но они капец круто выглядят. И посмотрите, посмотрите, какие у нее тормоза. Вот. Неужели они добавили новые тормоза в игру? Или, что еще есть? Какая есть еще возможность? Вероят, событие, что это просто отдельная вот машина. Вот, не будет никаких дополнительных тенячек в Форзе, а вот это просто отдельная тачка такая крутая. Она просто восхитительная. Внешний вид, то, как она сделана изнутри, просто, муа, песня. Одна звезда, плевать. Все, ладно, мы это не проходим. Или пройдем. тогда я предлагаю всем вторую серию. Да. Все, народ, это был такой, знаете, кратенький обзор на эту серию Донут High, Low, какой-то высокий, низкий. Неизвестно, что это. Я попытаюсь сразу узнать об этом. И в следующем видео мы встретимся на прохождении этого всего на руле на Трансмастере. С вами был Нико Пруф. К сожалению, в начале видео не пожаловал. Приятного аппетита, приятного просмотра. Но это было очень спонтанное видео, поэтому до скорой встречи. Тише.